В догонку к разговору с Ави Седоковым сделал лаконичную такую подборку, теребесед с Виаграми. Смотрите, вот ваша, не знаю, как сказать, напарница по золотому составу Виагры Седокова, она вообще знатная инстаграмщица, у нее просто каждые 15-20 минут что-то появляется. А как вы к этому относитесь в принципе? Ну, я считаю, что для людей вашей профессии это как бы да, ну нормально, потому что поклонники хотят получать непосредственно из первых рук информацию и быть уверенным, что они в курсе, что они держат руку на пульсе. Кстати, если мы... Мне кажется, главное в этом не перебарщивать. Перебарщивает? Главное в этом не перебарщивать. А Седокова перебарщивает? Я не знаю, перебарщивает, я не слежу за ее соседей. Вы не следите за ней. Вообще за ее карьерой. Я слежу за теми артистами, поклонницей которых я являюсь. Вот. Ясно. Это немножко другие люди. Непалиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Хорошо, я понял, что старшая очень хорошо говорит по-английски. А по-украински она, например, разговаривает? Она что-то учит, она знает какие-то слова смешные, мы с ней разговариваем. А, она начала шокать. А шо такое, говорит? Я говорю, что ты там делаешь? Она говорит, а шо такое? Козявка какая-то маленькая. Но по-украински так и не разговаривать, потому что у нас, по сути, не с кем. Потому что я из Киева, а сама я исторически из Томска. У меня бабуля и дед Оля живут в Томске до сих пор. И тетя моя, привет. Ну, может быть, вы будете смотреть. Поэтому, как бы, я русская, я вильно владею украинской мовой, может, вам поразмовлят, и АЛЭ, я шо вы обожаете. У вас позиционирование при этом украинской, да, певицы? Написано украинской певицы? Нет. Вообще, меня уже тысячу лет не называет никто украинской певицей. Меня даже не размещают ни в одной украинском рейтинге украинских певиц. Меня это все время так это беспокоит. А, беспокоит все-таки, да? Ну, конечно, там проводят конкурс «Самая красивая украинская певица». Я смотрю, значит, 50 девочек, а меня там даже не размещают. Я спрашиваю, чего они? Говорят, а ты же тоже не украинская. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Я так понимаю, что вы, наверное, если мы говорим о солистках группы «Виага», легендарной, вы, наверное, одну из первых, если не первые, узнали о том, что коллектив прекратит свое существование. Ну, я не думаю, что я была одной из первых. Ну, где-то это был наш состав. Это был состав, в котором я работала, да. Да. Вы сразу понимали, что у вас будет продолжение карьеры сценической? Или вы рассматривали варианты с кино, там, я не знаю, на психолога вы учитесь? Учитесь, да, закончила. Или вот вы когда узнали о том, что прекратит коллектив в этом составе существование, вы сразу поняли, что у вас будет сольная карьера? Для себя как-то определить или это был момент каких-то размышлений, переживаний? Во-первых, вот как сказать, постоянно приходится уточнять, в тот момент, когда я узнала, что коллектив, ну, то есть я не узнала об этом как о факте, то есть мы думали, что делать дальше. Мы советовались с Костей Меладзе, мы разговаривали там с Евой Бушминой, потому что мы остались вдвоем. Мы советовались и думали, брать ли третьего человека или что. Понимаете, да, то есть, ну, этот третий человек уже... Я даже не знаю, ну, это было бы опять, ну, как бы, я уже никто не верил, что это может быть надолго, как-то так, серьезно, ну, понимаете, да, то есть уже веры как-то в это не было. Вот, поэтому было принято это решение. Естественно, оно было принято, ну, как вам сказать, и осознанно, и с размышлениями, и с раздумьями. Понятно, была разная борьба чувств, там, все понятно. То есть, когда более-менее стабильно все у нас происходит, конечно, проще было бы, наверное, взять третьего человека и продолжить работать. Ну, такой, пути меньшего сопротивления, но это уже тоже, знаете, нас и ранило, это как бы несерьезно выглядело. Вот, поэтому было принято такое решение. Что будет дальше? Ну, как вам сказать? Я считаю, что это определенный шаг, этап, это, ну, в общем-то, шаг был сильных людей, как мне кажется, остановись, и Костин, прежде всего, и наша тоже. То есть там решения все-таки коллегиальные приняли? Коллегиально, однозначно, абсолютно. Всегда так было? Не всегда так было, но в этом случае было именно так. Нет, ну, например, вот когда... Не всегда так было, относительно чего? Ну, таких решений монументальных, знаете, решающих так судьбу, их было всего лишь, там, три. Они решались коллегиально. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24. Ну, вот вы своими идеями, там, привнести что-то новое, пиагру делились с миланцей? Конечно, я всегда говорила, Костя, давай пожёстче музыку, давай что-то. А, то есть вы хотели пожёстче это делать? Да, немножко, мне вот чего-то, наверное, я по своей сути, по своему внутреннему ощущению, я в жизни стеснительная, а вот что касается сцены, мне чего-то хочется такого вот фундаментального, чего-то такого очень понятного, да, чтобы это была музыка такая вот немножечко жёстче, немножечко как-то напористее, да, что ли. Мы сейчас не про рок-музыку ведь говорим всё-таки? Ну, мне кажется, что я стою сейчас на грани. Я ищу себя разную, да, вот понять, какая я должна быть, вот какая я внутри, да. И я понимаю, что когда я слушаю, я не знаю, в машине группу «Рамштайн», вот меня просто, меня нет, я просто растворяюсь в этой музыке, и, ну, надеюсь, до такого не дойдёт. Я буду наслаждаться теми, кто это делает хорошо и лучше всех. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Вот раз про интернет вы заговорили, я хотел бы узнать, как вы вообще относитесь к тому, что пишут у ваших коллегах, работающих в России. Ну, это же, уже мы переходим на политическую немножко тему. Нет, почему это имеет отношение, мне кажется, к шоу-бизнесу, потому что я помню... Ну, это имеет прежде всего сейчас отношение к политике. Ну, а куда же без нее? Как же, вы же являетесь ролевой моделью, то есть на вас очень многие уравняются, выстраивают свою карьеру, хотят быть как Надежда. Поэтому ответственности есть какая-то или нет никакой ответственности? Да, просто единственное, не нужно меня смешивать с политикой, с политическими событиями. Я творческий человек, имею полное право заниматься творчеством и, скажем так, общаться непосредственно со сцены, с людьми, с мирным населением. Я ничего не сказала такого, за что меня можно попытаться оскорбить. Сейчас люди очень обозлены, они крайним делают, кого им просто в голову взбредет, понимаете? Поэтому люди, которые тебя любят или ненавидят, они будут всегда. Всегда кто-то найдется, кто скажет, что ты плохой, а кто-то найдется, кто скажет, что он тебя любит. Это правильно, да. Поэтому тут дело совершенно не в... Как бы и в ситуации в стране... Тут дело в ситуации в стране в первую очередь. А то, что обо мне кто-то говорил плохо, понимаете, мне, честно говоря, все равно. Я человек, который абсолютно искренне и с душой поет свои песни. Вот. Поэтому тем людям, с которыми я резонирую, те люди мной интересуются. С кем я не резонирую, безусловно, они отзываются так, как обо мне, как им удобно. И чувство зависти, и чувство внутренней самой агрессии и неудовлетворенности в жизни. Вот и все. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале «Москва-24». «Москва-24».